Получаем налоговый вычет за покупку недвижимости в 2020. Пошаговая инструкция, многие слышали, что после покупки недвижимости можно получить некий налоговый вычет, но что это за сумма, кто имеет на нее право и как ее получить, остается загадкой. В этой статье я отвечу на все актуальные вопросы по налоговым вычетам. Что такое налоговый вычет и кому он положен? Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает налог или позволяет вернуть уплаченное. Сейчас аналогичный возврат средств можно назвать модным словом кэшбэк, который государство однократно возвращает после приобретения недвижимости. На налоговый вычет имеет право резидент Российской Федерации, который исправно платит налоги со своих доходов в бюджет страны. И решает приобрести недвижимость стоимостью до 2 миллионов рублей за наличные или ипотечные средства. Важно! Субсидии от государства или материнский капитал право на налоговый вычет не дают. Если вы работаете неофициально, рассчитывать на налоговый вычет не стоит, ведь вы не платите налоги. Если зарплата у вас серая, то вычет будет производиться с официальной ее части. Согласно действующему законодательству, сумма налогового вычета составляет 13% от стоимости недвижимости, то есть до 260 тысяч рублей. Интересно, что если объект недвижимости обошелся в сумму менее 2 миллионов, то налоговый вычет можно растянуть на несколько объектов или, к примеру, на расходы по ремонту жилья, если изначально отделки там не было. Если для покупки недвижимости привлекались заемные средства, проще говоря, ипотечный кредит, сумма, с которой можно вернуть налог, увеличивается до 3 миллионов. Вместе с тем появляется возможность вернуть средства на погашение процентов, следовательно, общая сумма кэшбэка будет равняться 650 тысяч рублей. Но размер налогового вычета не может быть выше, чем вы заплатили налогов в течение предыдущего года. Как получить налоговый вычет? Итак, если недвижимость приобретена в нынешнем году, то вернуть налоговый вычет получится только в следующем, 2021, после окончания налогового периода. Однако вы можете подать заявку сразу по заключении сделки, если жилплощадь покупалась на вторичном рынке. Если речь идет о новостройке, то заявление на возврат налогового вычета подается после того, как здание будет сдано в эксплуатацию, а покупатель подпишет акт приемки-передачи. Существует два способа получения налогового вычета – с помощью работодателя или через налоговую. Озвучено Яндекс.Спичкит. Если вы решили действовать через работодателя, дожидаться окончания налогового периода не обязательно, заявление можно подать сразу, как только будут оформлены права на новую жилплощадь. Вы обращаетесь в налоговую, прилагаете необходимый пакет документов, и работодатель перестает удерживать НДФЛ с вашей зарплаты. Минус этого решения в том, что живых денег вы не увидите, просто ежемесячные выплаты по зарплате станут чуть выше. Если вы обращаетесь с документами в налоговую, придется подождать конца года. Зато в итоге вы получите сразу крупную сумму наличности. С помощью полученных средств можно сделать в новой квартире ремонты или досрочно погасить часть ипотечного кредита. Нужные документы. Чтобы получить возврат налогового вычета, необходимо заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ. Получить на месте работы справку 2 НДФЛ, которая необходима для подтверждения суммы уплаченных налогов. Предоставить паспорт и свидетельство о браке, если покупатель состоит в нем. Выписку из ЕГРП или свидетельство о государственной регистрации права собственности. Акт приемки передачи недвижимости. Документы, с помощью которых подтверждаются расходы на приобретение жилья. Чтобы получить вычет по процентам ипотеки, необходим договор с банком и график погашения займа. Заявление 3 НДФЛ можно оформить на сайте www.nalog.ru, скачав форму в разделе «Предоставление декларации о доходах». Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала «Риэлтерские технологии». Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok